Пятого августа 2013 года в Пскове трагически погиб отец Павел Адельгейм. Чудовищная случайность, предугадать которую не было дано никому, оборвала жизнь человека, занимавшего особое место в судьбе многих тысяч людей. Годы после кончины отца Павла были даны нам для того, чтобы осмыслить его земной путь и глубину его духовного наследия. Не все великие люди, которым выпадает участь внезапной смерти, оказываются к ней готовы. Отец Павел не мог знать часа своей кончины и не ожидал смерти в том облике, в котором она пришла к нему. Но, и это стало совершенно очевидным в первые же дни после случившегося, он был готов к ней. Эта готовность стала итогом всей его жизни, в которой не было внутренних нравственных противоречий. Отец Павел жил так, как проповедовал, и проповедовал так, как жил. Его слово и его дело были неразрывны. Земной путь отца Павла практически ежедневно проходил при удушающих поползновениях мира зла, несвободы, зависти и стяжательства. Но всемогущее зло оказалось перед ним бессильным. Оно не смогло найти в нем ни одной соломинки, чтобы зацепиться за его душу и обосноваться в ней. Не смогло озлобить его и сломить его волю. Не смогло погасить его любовь к людям. Отец Павел совершал свой путь, не останавливаясь и не страшась. Он выбрал этот путь сам. Это был его сознательный подвиг. Отец Павел постоянно находился в нравственном противостоянии с людьми, обладавшими властью, влиянием и материальными возможностями, достаточными для того, чтобы остановить почти любого человека. Но он с видимым спокойствием миновал эти преграды, словно их и не было вовсе. Его убежденность в своей правоте, которую питала его вера, придавала ему силы и делала его бесстрашным. Его принципиальность и последовательность в отстаивании своей нравственной позиции создала ему образ человека абсолютно бескомпромиссного, неготового на уступки. Расхожее мнение заключается в том, что ни у кого из спорящих нет истины. Истина где-то посередине. На этом лукавом постулате основаны многие призывы к моральным компромиссам, предполагающие, что истина есть нечто среднее между разными мнениями. И поиск истины заключается в отступлении от принципов, в отказе от своей нравственной позиции. На самом деле истина находится там, где стоит человек, проповедующий истину. Именно поэтому слово отца Павла было настолько востребовано людьми, потому что ценно только слово искреннее, незамутненное, подлинное. Проходя по своему пути, отец Павел отвечал себе и людям на трагические, часто проклятые, часто кровавые вопросы. И в каждом его слове был призыв к добру и миру. Рядом с ним люди начинали верить в свои силы, осознавали необходимость и посильность для себя ежедневного духовного труда, приходили к пониманию сути добра и зла. В неустанной проповеди необходимости этого духовного труда человека и был каждодневный подвиг отца Павла. Трагедия его земной кончины не остановила и не могла остановить его путь к людям, не могла заглушить его слово. Скорее наоборот, это испытание было воспринято мыслящими людьми, как удар колкола, призывающего задуматься о предназначении человеческой жизни. Оплакивая отца Павла, люди делились друг с другом светлым чувством воспоминания о нем, чудом и радостью духовного общения с ним. Понимание естественности, сочетание скорби и радости примиряет человека с утратой и помогает ему жить. Радость общения с духовно сильным человеком делает людей сильными, укрепляет их дух. Множество людей обрели духовную силу благодаря отцу Павлу. Отец Павел был при своей земной жизни и остается сейчас, после трагической кончины, источником духовной силы, способным передавать живительную проповедь добра через пожары скорбного времени. Свет и сила его слова не утратили своей мощи, потому что это слово правды. Мы каждый день можем учить нравственные уроки отца Павла. И радость этого учения исцеляет нашу скорбь. Мне кажется, что смысла нет стоять за правду там, где судят. От них всегда один ответ. Живи, как власть велит, а нет, закон защитою не будет. В суде не светит правды свет, чадит сословая лучина, смешавшие цели и причины, и гаснет леющий маяк, сознание погружая в мрак. В бесплодных поисках дороги, споткнувшись, поломаешь ноги, вняв к удивлению своему, что ты не нужен никому. Но не скорби, уйми тревогу. Ты не один, ты нужен Богу. А что такое для меня сейчас Павел – это главная встреча в жизни. Это без сомнения. Когда человек обращается к христианству, вот есть история в деяниях апостолов, когда апостолом стал Саввел, впоследствии апостол Павел. Он был гонителем, он убивал христиан. И однажды, когда он пошел по дороге в Дамаск, он услышал голос, свет, гром, голос. «Сал, сал, по что ты гонишь меня?» «Кто ты? Господи!» «Я Христос, которого ты гонишь!» После этого он ослеп, после этого повели его, где он принял крещение, и зрение возвратилось к нему. Вот откровение христианства для человека, для неофита – это сродни вот этому свету, который ослепляет поначалу, но потом глаза привыкают, и человек начинает осматриваться, где он находится, что это такое. Вот как раз здесь это и была встреча с отцом Павлом, нечто такое, как встреча со Христом. Каждый, встречаясь со Христом по-разному, видит Христа в каких-то людях, и с ним происходит это обращение так называемое. А потом уже отец Павел скрывает в течение лет, когда мы общались, красоту вот этого христианства. Начинаешь видеть подробности, начинаешь видеть гармонию, удивительную гармонию христианского мировоззрения, в которую вписывается вся картина мира, мироздания. Тогда, чтобы человек мог жить осмысленно, он должен понимать, откуда он взялся, откуда он идёт и к чему он идёт. И чем всё это закончится, и для него лично, и для человечества вообще. Как раз христианство всё это и открывает. А что касается отца Павла, конечно, всё началось с его проповеди, меня поразила его проповедь, поразила тем, что всё, что он говорил, я первый раз его видел, он говорил обо мне, как будто он меня знает. Он говорил о каких-то главных моих вещах, он говорил о том, что каков я есть и что мне нужно делать, и какие лекарства мне могут помочь, какие пилюли, какие-то очень горькие пилюли нравственного, духовного порядка. И я не могу сказать, что жизнь изменилась сразу. Нет. Она получила ещё ориентиры, которые помогают идти по жизни. То есть, ты раньше находился в тёмной комнате, но теперь в этой комнате включили лампочку. Ты знаешь, для чего ты здесь и куда ты пойдёшь дальше. Вы знаете, отец Павел для меня был старшим другом. Меня, достаточно юного человека, когда я учился в аспирантуре, приняли в круг религиозных мыслителей. Это были люди, которые поставили перед собой очень серьёзные вопросы о том, чтобы выявить религиозный смысл атеизма. Это была традиция, уходящая в переписку, организованную отцом Сергием Желудковым, которого знали многие псковские. Удивительный священник с огромной духовной ролью. Его отец Александр Мень называл наш русский Сократ. И вот этот отец Сергий Желудков организовал открытую переписку по вопросам веры и неверия. Люди в этой переписке пытались объяснить собеседникам свою духовную позицию. Почему они верят? Что даёт эта вера? Почему они не верят? И что мешает им верить? На чём состоят их нравственные убеждения? И так далее. И постепенно отец Сергий, он сновал таким челноком между Москвой и Питером, постепенно вовлёк, как я говорю сейчас, едва ли не всех дельных людей России. Надежда Яковлевна Модельштам к нему приезжала, сюда, в Любятово. В общем, серьёзные люди туда вошли в этот разговор. И вот питерский круг, тогда это назывался Ленинградом, естественно, люди, которые старше меня на 20 лет, на 30 лет. Каким-то образом, авансом меня приняли в этот круг свой. И это меня страшно увлекло, потому что там ценилась не эрудиция, а самостоятельность мысли. И серьёзность, ответственность мысли. И вот однажды в этом кругу появился отец Павел, с которым нам тут же пришлось ночевать на полу в квартире одного из нашего общего друга. И я увидел этот протез тогда огромный. Ну и с этого момента постепенно сразу завязался разговор, и меня поразила тогда его серьёзность, и вот эта ответственность к слову. И вскоре он стал приезжать часто, он собирал большие аудитории огромные, ему писали письма, вопросы задавали, тогда ещё не было компьютерной системы, и он отвечал на машинки, а у нас с ним завязалась переписка такая, ну, почтовая. Я был очень наивным человеком, это был 88-й год, 87-й год, 88-й год, с очень наивным человеком в отношении церкви, и я ему написал такое письмо о том, что вот сейчас скоро произойдёт возрождение России, что возрождаются церковные традиции. Ну, в общем, такое очень романтическое письмо, как теперь я понимаю, и тут мгновенно, сразу же отец Павел мне охладил меня, вернул на землю. Я помню, как в этом письме, которое ко мне пришло, таким быстрым почерком было написано, Володя, какие какие традиции, остались одни головешки. Он был очень таким реалистом, но что-то в нём было больше, чем просто вот такой практицизм, который мы встречаем на каждом шагу. Я появился в этом доме в 90-м году. Впервые я приехал в Псков со своим другом Артуром Алистокисяном, режиссёром, который предложил мне посетить отца Павла. До того у меня была возможность почитать его проповеди, и его слово какое-то произвело действие. Мы тогда говорили с Артуром, как раз он говорит, что вот посмотри, священник обращается прежде всего к самому себе в этих проповедях. Действительно, то, что я читал тогда, затрагивало какую-то глубину и моего существа тоже, поскольку отец Павел говорил о том, что было важно для него. И я не был крещён, я учился во ВГИКе тогда на режиссёрском факультете, мастерской Хуцеева. И у меня был как раз период такой, когда я размышлял о том, что хорошо бы было мне креститься. И поехал сюда, в Псков, зная, что примут здесь крещение. И ещё на вокзале, так получилось, что я приехал раньше, у меня было довольно много времени, была Библия, которую я читал. Посетило меня какое-то чувство, до того не посещавшее. то есть читая пророков, я вдруг ощутим реальность того, о чём они пишут. О том, что Бог есть, и Он не просто как какая-то таинственная, далёкая от нас сила, что есть Его действие в мире, и действие это может быть достаточно страшным по отношению к людям. Такое у меня было переживание, с которым я остался. А потом уже встретил отца Павла, и тут было совершенно другое. Вот была любовь, был какой-то свет, радость, это было богоявление, праздник крещения, освящали воду, мы прибыли в храм уже как раз к освящению воды, а потом сюда, на это крыльцо пришли, встретили Машу, которая была совсем еще молодым человеком, дочка отца Павла с особенностями человека, матушка, гостеприимный дом, щедро принявший нас, двоих путешественников, стол, комната, кабинет отца Павла. Я попросился поисповедоваться, мне хотелось рассказать о своей жизни, поделиться тем, что было у меня на душе, отец Павел сказал, что это не обязательно для крещения, но если я хочу, то можно это сделать. Была исповедь, и потом совершенно необыкновенное крещение в Писковичах. Отец Павел сделал там большую купель, у него такая была идея крестить как положено, с полным погружением, и при этом он еще переводил с церковнославянского требника чем крещение, как я сейчас уже понимаю, то есть все эти слова, они как-то ложились прямо в сердце, были совершенно понятны, понятно было, что происходит нечто очень важное, особенное, это не были формальные какие-то и не совсем понятно прочитанные слова из Требы. Потом прошло какое-то время уже после отъезда Псков, и мы снова встретились к тому времени, это был уже 2000-е годы, там прошло уже лет наверное меньше 20, нет, да, да, 20 с чем-то лет прошло. Я стал снимать отца Павла, год был наверное 2009, и появились два фильма, один был сделан еще до ухода отца Павла, второй после. 3 июня состоялся епархиальный суд. Синод издал распоряжение всем преосвященным епархий обеспечить принятие устава приходами. У нас ведь этот устав уже не первый и не второй. Эти уставы достаточно регулярно меняются, и с каждым новым уставом права архиерея, или точнее власть архиерея все больше и больше возрастает, а все права прихожан сведены к нулю, но практически их и не было никогда у прихожан прав, и у клириков тоже прав нет никаких. и поскольку вызванные 15 человек отказались голосовать за принятие устава, то всех их решили изгнать из приходского собрания, а меня ходатайствовать перед архиереем, чтобы он меня отправил за штат, то есть лишил права служения. Самое главное началось, пожалуй, позже, когда отца Павла по указу архиепископа Евсевия сняли с настоятелей храма святых жены Мироносец, на его место пришел молодой священник с определенным заданием разрушить приход, и с другой стороны это время 2009 год, когда православные приходы русско-православной церкви в Российской Федерации должны были перейти на новый приходской устав, и новая редакция устава, с которой отец Павел познакомился сам и познакомил активных прихожан и приходское собрание, фактически обесценивал участие мирян и клириков в жизни прихода. Единственным господином, владыкой и хозяином прихода был епископ по этому уставу, и когда к нам приехал секретарь епархии и сказал, что вы должны проголосовать за новый устав, отец Павел сказал, хорошо, мы проведем приходское собрание, проведем голосование. И по результатам голосования оказалось, что большая часть, даже я бы сказал, подавляющая часть приходского собрания проголосовала против этого устава, потому что действительно, вот если его реализовывать, то в храме не нужен никто, кроме епископа. Секретарь приезжал, был очень недоволен, что были такие итоги голосования, сказал, что вы должны были все проголосовать за устав, на что батюшка резонно ответил, но голосование это свободное волеизъявление, мы можем проголосовать за или проголосовать против. Вот если бы нам это спустили как указание епископа, которое мы должны принять по послушанию, нам было бы это горько, мы бы, может быть, были не согласны с этим, но мы бы приняли как распоряжение правящего архиерея. И потом началась вот эта известная история, я бы не сказал, противостояния прихода епископа, о попытке нашего приходского собрания отстоять основы соборности православной церкви, которые действительно грубо нарушались приходским уставом 2009 года. И это время было очень трудное и для прихода, и для отца Павла, потому что потом постепенно всех членов приходского собрания указом архиерея из него убирали для того, чтобы создать приходское собрание, которое проголосует за устав и никаких проблем не будет. Таким образом и большая часть прихожан сменилась в этом приходском собрании, и сам отец Павел получил очень довольно серьезное взыскание от церковного руководства епархии. Даже был вызван в суд, в патриархию в Москву. Но это время, с другой стороны, нас очень сплотило. И мы действительно почувствовали, что это не просто какая-то, знаете, буза против епископа при церковном начале, а это действительно участие в этом служении отца Павла за правду, за истину, за соборность церкви, в которой мы оказались выбраны Господом. Нас очень поддерживало то, что отец Павел был человеком очень искренним, доверительным, с своими единомышленниками, членами приходского собрания, которые поддерживали отца Павла. У него не было никаких секретов. Он все время рассказывал, почему именно такая позиция, что он ждет, чего добивается. К сожалению, мне не довелось лично быть знакомым с отцом Павлом. Мы занимаемся историей Русской Православной Церкви XX века и будучи знакомым с людьми, которые лично его знали, я не мог не оценить его со многих точек зрения. Даже вот это словосочетание «православный священник Павел Адельги» уже напоминало мне о том, что мне было всегда очень дорого, а именно о том самом синодальном периоде русской церковной истории, когда многие немцы по происхождению участвовали в созидании на самом деле состававшейся православной Российской империи. Его жизненный путь, путь, который прошли многие представители лучших словек русского общества в условиях победившего большевизма, отсутствие родителей, семьи, сиротства, по сути дела, восполненные той семьей, которая открыла ему не только домашний очаг, церковную жизнь, говорила о великом попечении, о нем, как мне казалось, об одном из этих самых потомки так называемых решенцев, обреченных на исчезновение Советской России, представителей русской общественной имени, так или иначе. Трудный путь в церковь Советского времени, встречаясь с таким выдающим церковным миром, как архиепископ Ермоген Голубин, который в значительной степени являлся чудом выжившим представителем вот той самой церкви и непоминающих, которые в условиях компромиссов митрополита Сергия Острогородского отстаивали достоинство церкви во главе с митрополитом Кириллом Смирновым. Все это делало отца Павла для меня удивительно сохранившимся примером той поляной русской церкви, того поляного священнослужителя, которых нам так не доставало после тех колоссальных потерь, которые понесли мы во время гонения. Его свидетельство началось уже по сути дела в семинарии, которые ему пришлось оставить вынужденным, потому что он оставил христианский принц. Его трудный жизненный путь и как священнослужителя, и как проповедника, который в отличие от многих священников безмолвствовавших в советское время, никогда не молчал и проповедовал отнюдь не антихриста, как это делают многие пропагандисты тогда и в последующие годы, а проповедовал именно Христа. Все это делало для меня примером той самой русско-православной церкви, которая, казалось бы, была полностью уничтожена в середине XX века. Церковь возрождалась для меня в его лице еще в советское время, что меня туда привело в начале 80-х годов. Ну, а главная черта все-таки Антаса Павла нужно быть честным прежде всего самим собой. Нужно не бояться. Нужно делать то, что должно, нужно, чтобы твои слова и дела, они соответствовали, были в гармонии. Не так, как принято часто у людей говорят одно, делают совершенно другое. Вот у него как раз слово не расходилось с делом, и его выражение любимое «каждый человек стоит столько, сколько его стоит его слово, оно соответствовало тому, как он живет сам. Отец Павел, он как раз не позволял душе лениться. В 2013 году, когда отца Павла убили, я был студентом университета, и эта новость удивила меня. Я заинтересовался этим человеком, начал в интернете читать о нем, смотреть, слушать проповеди, но я подумать не мог, что спустя семь лет так, Господь управит, что я окажусь в том же храме, в котором он служил, который возрождал, который в конечном итоге стал основным храмом его жизни. Здесь, уже оказавшись настоятелем, я стал об отце Павле узнавать по-настоящему, потому что много людей его застало вживую, разные были воспоминания, разные даже были порой мнения об отце Павле, и надо сказать, что окончательное представление об этом человеке сформировалось не сразу. Но знаете, когда человек ищет истину, он обязательно ее находит. Главное, кропотливо, внимательно, выслушивая разные точки зрения, изучая разные источники, я все-таки историк по образованию, мне это близко, пытаться нащупать вот этого настоящего человека, его характера, его служения, его дух. Мне кажется, это получилось. Отец Павел был человеком, безусловно, выдающимся, и с этим мало кто спорит. Он всю свою жизнь в священном сане послужил именно людям, церкви и, конечно же, Богу. Он всего себя отдавал от самого начала до самого конца, до самого последнего своего вздоха, своей паствия. Он не думал о себе, когда стоял во время долгих литургий, и у него до крови каждый раз протез натирал ногу, точнее, то, что от нее осталось после тюрьмы и покушения на его жизнь. Он не думал о себе, когда защищал ближних, когда боролся за чистоту церкви, за соборность, за то, что он видел важным и естественным для церкви. Самое главное, он был всегда честен перед Богом, перед людьми. Абсолютное соответствие тому, что в сердце, тому, что в жизни, в делах его отличало от многих из нас, от многих современников. Делает ему огромную честь как христианину, как человеку, даже как гражданину своей страны, которую он очень любил, тоже, как мог, защищал. Теперь я студентам очень часто говорю в шутку, и на некоторых это производит впечатление, то, что однажды когда-то мне сказал отец Павел, он сказал, люди живут так, будто со смертью все закончатся. Они не понимают самого простого. они никуда от вечной жизни не денутся. И я понял, что он хотел мне передать. Я понял, что он хотел мне передать. Он хотел мне передать глубже понимание того, что жизнь это ответственность. Ответственность за свои слова. И вот у него удивительная эта поговорка его, которую он напоминал в себе часто. Человек стоит столько, сколько стоит его слова. Это удивительная вещь. Об этом говорят многие, но речь-то ведь о чем? О том, что в это выражение он вкладывал самую простую истину. Слово и дело не должно быть разделено. Я не собирался второй раз выступать с проповедью, но вот говорят, что из разных мест собрался народ вокруг праздника преподобного Серафима. Поэтому, наверное, надо сказать, о чем же учил преподобный Серафим, о чем он проповедовал. Говорят, христианин это тот, кто выполняет церковные требования, то есть постится, молится, кланяется, чтит праздники. Это все очень хорошо, но это все второстепенные средства для достижения первой и главной цели. Цель христианской жизни это обожение. То есть та цель, которая заповедана была изначало Адаму и Еве в раю. Бог создал человека по своему образу и подобию. Это богоподобие человек был призван стяжать. И вот для христианина очень важно не смешивать цель со средствами. Часто говорят цель оправдывает средства. Это не так. Всякая достойная цель требует и достойных средств. И оправдывать средства не нужно. Они должны быть достойными целей. А если мы оправдываем средствами цель, то мы таким образом ставим средства на место цели. Происходит подмена. И мы ищем уже не цели, заданные нам, заповеданные Богом, а ищем служение тем средствам, которыми она достигается. в духовной жизни нельзя перемешать цель и средства ее достижения. Есть цель обожения, есть средства, это нравственные принципы, следование заповедям, жизнь по заповедям, исполнение заповедей Божьих. Но надо помнить о том, что это средства достойные и необходимые, без них никак не обойдешься. Но цель больше, чем средства. Цель обожения, стяжания Духа Святого. А кроме того, есть и задача. Задача постоянная, которая тоже с целью не смешивается. Задача выражает ее Господь одним словом, заповедью бодрствуйте, будьте внимательны, внимайте себе. Это заповедь, которая нам повелевает все время находиться в состоянии готовности. Пусть будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Для того, чтобы дойти до осуществления этой великой цели стяжания Духа Святого, человеку необходимо идти, двигаться, потому христианские святые и называются подвижниками. Вот мы знаем 10 заповедей Десхозавета, мы знаем заповеди Блаженства Нового Завета, но есть две заповеди Христовые, выраженные одним словом, они тоже в Новом Завете есть, в Евангелии он сам говорит эти слова, это бодрствуйте и радуйтесь. Причем интересно, что он как бы не оговаривает, когда можно радоваться, а когда нет. То есть он не оговаривает условия. Значит, если вы не радуетесь, значит, что-то у вас не так. Надо как-то себе что-то проверить, какой-то переучет там сделал внутренний. Если вот радость с вами пребывает, как она пребывала Сосом Павлович, он сиял весь, общаясь с людьми, из него исходило как сияние как будто. И бодрствуйте, то есть будьте готовы. И когда он говорил, что после 70 лет, вот он погиб, ему было 75, прожил 4 дня после того, как отметили 75-летие, что после 70 лет каждый день может быть последним. Каждый день надо быть готовым. А потом, говорит, все равно смерть придет неожиданно, ничего тут не сделаешь. и всех дел не доделаешь, не переделаешь. Вот это он бодрствуйте. Поэтому как он сохранил веру в те годы, то точно так же, как и в эти. Как в любые другие, человек Христа сохраняет веру во Христа в любое время, в любые годы. А потом, знаете, вот есть одна такая сказка, которая обманывает людей. Мы живем в особенное время, это все чепуха. Все времена одинаковые. Есть времена более кровавые, менее кровавые. Кровавые в смысле и войны, и репрессий. По разным причинам кровавые они могут быть, но времена одинаковые, потому что человек один и тот же. Психология человека, мы созданы одним Богом, поэтому мы все одинаковые. Независимо от национальности, от цвета кожи, страны, в которой живем, в том месте, на земном шаре, где находится страна или город, где я живу, совершенно независимо от этого. Потому что, как он пришел Христос, и апостол Павел говорит, теперь нет ни Эллина, ни Иудея, ни того, ни мужчины, ни женщины даже. То есть, все перед Христом равны, все перед Богом равны абсолютно. и во все времена. Потому что ничего особенного в наших временах нет. Если нам кажется, что оно особенно трудно, то бывало и труднее. Если нам кажется, что у нас какой-то выбор трудный, что же выбрать, как же быть в той или иной ситуации, просто неразрешимая какая-то ситуация, то были выборы и посложнее. Были выборы между жизнью и смертью. не так давно попалась такая история в интернете, что оказывается, когда Гитлер начал свои войны в Европе, то это было то ли в Чехии, то ли в Польше, я не помню, были взяты заложники в каком-то селении, поставлены к стенке, и один солдат отказался стрелять. И тогда командир говорит, ну ты сейчас встанешь туда же, иди тогда рядом вставай. Он пошел и встал. Пошел к ним, бросил карабин по дороге, и встал с ними, был расстрелян. И вот там кто-то нашелся с фотоаппаратом рядом, и было сделано с ним, и когда он идет, бросает карабин, он карабин отпустил, он еще на землю не упал, карабин, но вот он уже идет. Вот завидная смерть, правда? То есть он отказался убивать невинных людей. это не убийство в бою, там совершенно другая статья, а именно вот так. Он отказался. Завидная совершенно смерть. Вот хотелось бы так, но смог бы ты так, не знаю. Вот был выбор, вот сделал выбор такой. Я не думаю, что он сложнее, чем те, с которыми мы сейчас здесь встречаемся каждый день. все, что не происходит в этом мире не без воли Божией. То есть если Господь чему-то не препятствует, значит, нет другого пути лучшего в данных обстоятельствах. Это во-первых. Во-вторых, он понимал, что испытания с одной стороны закаляют, ведь понятно, что сталь плавится при огромной температуре. Он бы вряд ли стал тем, кем стал, если бы не прошел этот тяжелый путь, если бы не увидел все это своими глазами. И, с другой стороны, испытания очищают. Уразительно, ведь многие люди, которые прошли через страшнейшее гонение, лагеря, ссылки, вспоминали это время не только с ужасом и трепетом, а и с какой-то благодарностью. Более того, они говорили, что это время, когда они впервые открыли по-настоящему для себя Бога, когда они по-настоящему молились, когда они научились отличать свет от тени во всех аспектах этого понятия. Но самое главное здесь, конечно, это то, что отец Павел был верен Христу, его учению, а что такое Христос и христианство? Это любовь. В самом высшем смысле этого слова. Поэтому христианин не может ожесточиться. Если он ожесточается, это не христианин. Он теряет свое христианское содержание. Тец Павел его не потерял до самого конца, несмотря на все испытания. И это огромный труд, огромный подвиг, ну и огромный пример для всех нас. Не знаю, кто-то обращал внимание на несколько простых моментов. вот, например, у него есть стихи о том, где он благодарит лагерные вышки. Он говорит, прощайте лагерные вышки, вы в этой жизни помогли мне разобраться лучше всяких книжек. Вот вдумайтесь, что он написал. Зная отца Павла, он писал только то, во что верил. Ведь книжки бывают разные, в том числе церковные. а он ценил лагерный опыт, правду жизни такой, какой, что она правильная, что в ней надо видеть духовное. У нас как любят, вот здесь профанная, как у нас любят говорить, низкая, а вот там горняя, и сочинять начинают такую романтическую религиозную жизнь. Не понимая, что вот мы с вами сейчас разговариваем, а Господь с нами. Что религиозное вот в наших отношениях, оно не замечается только потому, что наполнено все, все вокруг наполнено им, этим духовным. Отец Павел всегда об этом напоминал своим существованием, самим существованием своим, что не вот туда там сочинение надо куда-то залетать, что это мечтательность, ложь, ложь о вере, изображение веры, а что вера и горняя присутствует прямо здесь. У нас святого понимают как всесовершенство. Почему это опасно, вот так подменять святость всесовершенством? Потому что опять возникает соблазн стилизации веры, превращения веры из реальности в сказку. А чем опасна мечтательность? Об этом один из наших лучших философов Франк Семен Людович сказал, мечтательность опасна тем, что она постепенно отучает человека видеть ценное в настоящем. Она все лучшее начинает адресовывать будущее. И человек духовно слепнет, перестает, становится нигилистом по отношению к настоящему. В этом смысле отец Павел всегда был реалистом и традиционалистом. Это традиционное качество настоящих подвижников. Отец Павел был замечательным проповедником. Причем проповедником не только словом, но и делом. Вот поэтому и настоящий проповедник. И он, конечно же, был человеком с горячим сердцем. Вот как-то ни разу мне не встретился ни один человек, который отозвался бы об Осы Павле равнодушно. Как-то всех он по-своему принимал. И даже тех людей, которые его не воспринимали, даже порой гнали, он все равно пытался простить, пытался бороться со своим внутренним смущением. Ему было нелегко. Я даже не представляю, как ему трудно было пройти жизненный путь, который был с самого начала, в общем-то, преисполнен испытаниями, которые сформировали его как борца за правду. Он не мог быть другим, учитывая его биографию. И в этом его ценность. Он в этом тяжелом XX веке и в нынешнем уже веке за эту правду боролся, правду Божию. Мы знаем, что есть всегда искушение поставить правду выше любви, поставить мнимую человеческую справедливость, она всегда относительно выше вечного, выше церкви, выше Бога. Вот отец Павел удержался от этой крайности. У него много было поводов сложить себя крест, оставить на престоле его и уйти в мир. Он этого никогда не делал, потому что он знал, что он священник. Это было его служение, это была вся его жизнь. Он знал, что церковь в своей человеческой ипостаси, она всегда из-за наших немощей так или иначе подвергалась и будет подвергаться искушениям. Но это все временно. Это уходит и приходит. Но церковь это богочеловеческий организм. И поэтому он никогда его не оставлял, не предавал. Он никогда не переставал видеть Христа во всем. И слава Богу, вот этот путь он прошел до самого конца. Когда мы приезжали к нему домой, пили вместе чай, батюшка рассказывал о своих наставниках и учителях. Многие из них это святые люди, исповедники, те, кто прошел лагеря, ссылки, гонения. И мы понимали, что отец Павел как будто воспринимает вот этот посыл, этот импульс от исповедников XX века. И он в наше время оказалось бы такое спокойное, мирное, когда никого в тюрьмы не отправляют, не расстреливают за веру Христову. Но все-таки он продолжает стоять в этой правде истине, даже если это, так скажем, наезд совершается не безбожным государством, а, к сожалению, со стороны церковного началия. Мы понимали, что это на самом деле продолжение дела исповедников и новомучеников Российской Церкви. И это, конечно, давало особые силы, вот какое-то вдохновение, и мы чувствовали, что в этом есть Божья правда. Потому что отец Павел и сам, как многие знают, пострадал, находился в заключении, вернулся из тюрьмы на одной ноге, став инвалидом, и, несмотря ни на что, ни на какие вот эти вот страхи, испытания, смертельные испытания, отец Павел никогда не изменял в выбранном пути о том, что правда и истина нуждаются в защите. Это не просто такие акселогические ценности, вот которые где-то прописаны в документах, как бы люди, многие с этим соглашаются, но это то, что требует усилия, чтобы они сохранялись. Многие говорили, отец Павел, зачем вы спорите, зачем вы вот вступили в такую тяжбу, в конце концов, наша церковь давным-давно уже живет по этим законам, но сейчас просто это вот запротоколировали, но батюшка говорил, нет, я так не считаю, что это напрасно, очень важно, чтобы документы не менялись, потому что должны быть ориентиры, на которые мы можем, по которым мы можем выстраивать нашу жизнь и которые мы можем апеллировать и говорить, что да, действительно, соборность нарушается, да, действительно, церковь в кризисе, но там, он говорил, не для того, чтобы покритиковать, не для того, чтобы досадить церкову на началь или патриархии, а это он делал из того, что любил церковь и понимал, что если на это закрывать глаза, то кризис будет усугубляться и кончится катастрофой, он сравнивал это с тяжело больным человеком, с смертельно больным человеком, но исцеление которого еще возможно, если все время говорить, да ты не волнуйся, у тебя все хорошо, ты поправишься и не предпринимать никаких усилий для лечения, то рано или поздно, скорее всего, раньше человек уйдет из жизни, умрет от этой болезни, так и с церковью, многие говорили, отец Павел, зачем вы поднимаете эти проблемы, вы тем самым выносите ссоры из збы, вот вы тем самым вот как бы церковь выставляете в таком небригодном свете, но батюшка не только говорил о проблемах, он говорил о том, а что нужно сделать, чтобы выйти из кризиса, то есть он не был вот таким популистом или просто человеком с таким скептическим настроем, а действительно это выходило из той боли, которая была в сердце за церковь, в которую он когда-то вошел молодым человеком и действительно был настоящим поборником, я бы даже сказал, таким рыцарем церкви вот с большой буквы. Самое главное, что меня поразило, это то, как он молился. Ну, вы знаете, что у нас в церкви очень часто, еще у Фанвизина это было, не говори, как Панамарь, знаете, молятся так, отче нашей жизни и на нем все, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твое, и на миссии на земле, ну, так что, и в общем, отец Павел молился удивительно, даже трапезную молитву он произносил так, что если мы были вдвоем, я чувствовал, что рядом есть третий. Знаете, Христос говорит, я буду там, где будет, собрано будет во имя мое двое вас, трое вас. И вот он молился так, он говорил, отче наш, и было ясно, что он видит Господа, что Господь для него не отвлеченная какая-то идея, понимаете, не какая-то там вот, ну, доктрина, не нечто что-то растворенное, знаете, как у нас любят понимать, вот Бог там, Он во всем, Бог Он в сердце, нет, для Него Бог был конкретным, к которому Он лично обращался, личностью, для Него Богом был Христос. И вот это качество удивительное, жить так, чтобы рядом был Христос, все время помнить о том, что ты произносишь эти слова, и Христос это слышит. Отец Павел сохранил веру, конечно, в самые сложные времена. Он делал то, что он был свидетелем, как-то однажды вот, был подготовлен большой материал к его юбилею, 50-летнего священнослужения, под очень хорошим названием. Век Русской Церкви от гонения и до крови до объятия и до смерти. Он был свидетелем самых разных времен, ведь он стал священником в 1959 году, в августе месяце, 23 августа его руку положила водякона архиепископ Ермоген Голубев в Ташкенте. Это было время хрущевских гонений. Потом были времена каких-то брежневских гонений. В общем, всегда были времена каких-то гонений, наверное. И тогда можно было крепко пострадать за веру. Можно было лишиться и должностей, и доходов, и средств существования. Можно было лишиться свободы, можно было лишиться и жизни. И когда я его как-то спросил, говорю, батюшка, а тогда, в 1959, вы знали, на что идете, то есть, что с вами может быть, что вас могут посетить? да, 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 мы знали, что нас могут и арестовать, и засудить, и расстрелять, все что угодно. Ну, в общем, мы были бы к этому готовы, как все порядочные люди. Но эта готовность – это свойство настоящего христианина. За заборами, за запорами, за собачьими злыми сворами, погребенные, прокаженные, до костей, до души обнаженные, дни и ночи мы волочим, словно цепи. В каком-то смысле камень, который стоит здесь, это символ того, что мы еще не дозрели до понимания того, что произошло с нами в 20 веке. Когда мы впервые с Машкой попали в Псков, мы были потрясены обилием здесь улиц с именами тех, которые абсолютно равнодушно относились ко многим, убивали, расстреливали, беспощадно. Которые не относились с трепетом к культуре Пскова и Псковского края, которые человеческую жизнь как ценность воспринимали очень относительно. И до сих пор улицы, площади, к сожалению, носят эти имена. Поэтому пока не произойдет перемены ума в целом в нашем народе, а я уверен, это когда-то произойдет, и святые об этом предсказывали, но это будет не сразу. Нужно пройти долгий и трудный путь к этому. То же самое с этим камнем. Посмотрите, камень пока не перерос в нечто большее, в памятник. Это тоже косвенно свидетельствует о том, что мы тоже до конца не осознали то, что с нами произошло. Мы как-то бросаемся из крайности в крайность. А вот трезвый, объективный, здоровый взгляд на нашу историю не всегда у нас получается совершить. Окинуть этим твердым взглядом то, что было. А я верю, что когда-то это произойдет. И, конечно, символично, что этот камень все-таки стоит здесь. И рядом с тем местом, где отец Павел служил, он был исповедником настоящим. И здесь, на Мироносском кладбище, мы же знаем, были погребены другие исповедники. Те, кто был безвинно замучен, расстрелян. Это и обычные люди, это и церковные люди, это даже единоверцы, представители других вероисповеданий. Ну, все те, кто просто подпал под каток вот этих страшных событий того времени. Я думаю, когда-то мы до этого дойдем. Надо дождаться этого времени и делать просто все посильное, все, что от нас зависит, чтобы приблизить наш народ к пониманию. Но я в этом смысле, я верующий, я верю, что это когда-то произойдет. И самое главное, эти люди мучительно пытались понять, за что все это с ними делают. Самое ужасное, что эти люди ни в чем не были виноваты. Их уничтожили. Отняли у них и жизнь, и семью, и жен, и детей, и внуков. Отняли без всякой вины. А дальше их жены и дети тоже разделяли их участь. Их тоже отправляли и в тюрьмы, и в ссылки, и в лагеря. Они потеряли не только жизнь и семьи. У них отняли и доброе имя. Они были названы преступниками без вины. Их называли врагами народа. И весь, все эти испытания им пришлось нести не год, не два, а десятки лет. И большинство из них умерли, так и не дождавшись, чтобы их оправдали. Реабилитация, то есть государство признало, что они ни в чем не виноваты спустя десятилетия. Многие этого услышать не смогли. Их дети в большинстве умерли. А у многих умерли уже и внуки. И человеческая память все больше и больше уходит в прошлое вместе с нашей смертью. И единственная надежда, которая остается у нас для того, чтобы не потерять самую главную ценность, которая нам, Богом заповедана, человека, его жизнь, его имя, его достоинство, остается единственное средство, но самое значимое. Это не случайная и временная человеческая память, а память вечная, память Божия. Потому что то, что существует в действительности, это то, о чем помнит Бог. Помнит Он и о всех тех умерших, ушедших. Потому что у Бога мертвых нет. Христос говорит, у Бога все живы. Из истории отца Павла, о которой он сам рассказывал, и для меня это было потрясением. Действительно, настоящего христианина, который живет по заповедям Христовым. А главная заповедь Христова – это, конечно, любовь к Богу и ближнему, но еще более заостренная и актуализированная – это любовь к врагам. Но это вообще потрясает, и до сих пор Евангелие в этом смысле трудно воспринимать, как можно любить врагов, если они тебя досаждают, обижают, и, может быть, даже замышляют против тебя какие-то козни или хотят тебя погубить физически. Как можно возлюбить такого человека? Конечно, любовь к врагам и к друзьям имеет отличие, но вот у отца Павла была любовь к врагам. Он рассказывал, что когда уже будучи инвалидом, вместе с матушкой Верой Михайловной они уезжали из лагеря, купили билеты, зашли в купе, и вдруг оказалось, что в этом купе вместе с ними едет начальник лагеря в командировку. Он очень смутился. Отец Павел говорит, что мы как-то вышли из купе, потом зашли, а он уже залез на верхнюю полку, отвернулся и спал. А утром, когда мы приехали на конечную остановку, оказалось, что он где-то вышел по дороге, его уже не было. И отец Павел сохранил вот этот момент на всю жизнь и с большой горечью говорил о том, что как же так, что у меня не нашлось для него никакого слова. Слово какого-то примирения, слово ободрения, слово, в котором есть соль евангельской истины. Я думаю, ну как это вот? Можно сказать, по вине этого человека, отец Павел домой вернулся к Олегах, по вине этого человека там столько было, ну невзгод, мягко говоря, отца Павла, а он думал о том, как можно с тем человеком найти вот эти вот связи, эти мостики, то есть исполнить заповедь Христову любви к врагу. Вот врагу, который не какой-то там выдуманный, какой-то там объективированный, а вот реальный твой враг. И отец Павел вот об этом горевал, что он упустил эту возможность. И для меня это такое свидетельство. Я видел, что отец Павел, у него вообще, хотя у него прекрасный дар слова, он читал стихи во время проповеди, перед чашей, когда он причащал, он читал стихи Мандельштама частенько, не каждый раз, но очень часто. И это было очень уместно и органично. И у него был талант, конечно, такой вот в хорошем смысле оратора, актера, декламировал стихи, которых знало огромное множество. Но вот когда он говорил о серьезных вещах, очень то прекрасно понимали, что слово и дело отца Павла никогда не расходятся. И вот то, что он переживает, это действительно реальность, которая исходит из его сердца. Первым шагом попытки его сломать было то, что его поместили к самым-самым-самым отъявленным ворам. Ну, воры – это такое понятие уголовникам, проще говоря. Не в смысле профессии воровства. Бандитам, самым вот таким, барак. Туда ссунули, там, где у них угол, куда боятся заходить сами заключенные, в том числе уголовники, без разрешения. Это был такой лагерь довольно жесткий. И они его спросили, что... Но он же не был отцом Павлом в лагере. Не надо думать, что вот это варьё и бандиты говорили, отче, там, благословите. Понимаете, что это суровые люди, которые ценят только силу. Они его спросили о том, кто он такой. И он им рассказал. Знаете, что они сказали? Они сказали, Павлик, ну, раз тебя к нам поместили, так и живи среди нас. Они сразу почувствовали силу. Силу. И вот у апостола в первом послании к Коринфянам можно прочитать. Проповедь – это не слова. Проповедь – это явление силы и духа. Я вообще говорю на религиозном языке, если бы так сказал. Она не передаётся генетически. Знаете, вот так взял генетически, да, и вот святое, а у него дети такие, как матрёшки. Святые, 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 святые. Нет, ничего подобного. Это чудо. Чудо, которое дарит нам Бог. И в каком-то смысле Господь подарил нам явление вот это, этого человека. Как-то приходили к отцу Павлу домой в гости с моим сыном. Данил тогда был тоже старшеклассником, и у него стоял вопрос, а можно ли с помощью силы, в том числе физической силы, не только душевной или духовной, отстаивать добро, отстаивать правду. Вот. И батюшка рассказывал, а у него такие большие руки, вот такие руки строителя, вот он ими благословлял, и храм сам восстанавливал. И он неожиданно сказал, а знаешь, Даня, я ведь боксом занимался, когда был в юности. Я тоже думал, что нужно иметь физическую подготовку хорошую, но все может в жизни случиться и пригодиться. Я так сижу, говорю, батюшка, а вот когда-нибудь вам все-таки пришлось использовать эти навыки? Он улыбнулся, сказал, никогда. Хотя известно, что столько было испытаний, искушений, жизнь в лагере с уголовниками, с такими, ну, я бы сказал, такими серьезными мужчинами. Вот, кстати, как-то отца Павла спросили по поводу этих лет заключения тяжелых. И вдруг он сказал неожиданную вещь. Вы знаете, я там практически не встречал плохих людей. Даже кто-то сказал, а вот как вы могли там вот, как вы налаживаете отношения вот с подлецами там еще? Он говорит, я подлецов там не встретил. И это удивительно, да, свидетельство человека, который к каждому, даже там закоренелому рецидивисту, там вору, или может быть человеку лукавому, который может тебя через, сдать через какое-то время. Испавел ко всем относился с большим доверием, вот с этим этим давансом, доверие и любви. Свет надежды, какой для отца Павла был в том, что он его связывал только с возрождением человека. Когда стало можно, стали отдавать храмы, когда стало возрождаться христианство в России после того, как отметили в 1988 году тысячелетие крещения Руси, думали, вот все, теперь в церкви можно. Ну, как я пришел в церковь, потому что это было советское время, такое глухое советское время, когда церковь была островом правды. Это потом уже что-то стало с церковью происходить, это уже другая тема. А тогда думали, вот как, вот мы сейчас восстановим храмы разрушенные, чтобы не было этой мерзости запустения вокруг. Храмы снова будут сиять, будут дополнены людьми, и все будет хорошо. Но главное, он считал, тогда еще говорил, вот в 92-м году приезжало первое интервью, в жизни было, наверное, шведское телевидение, это главное возрождение человека. Вот если будет возрождаться человек, то тогда будут возрождаться и храмы. Храм есть потребность человека. А просто вкладывать деньги и покрывать золотом купола, это не значит возрождать человека. Церковь не должна здесь заниматься пропагандой себя. Она должна стоять за правду. Причем стоять непоколебимо, так как стоял отец Павел, так, чтобы захотелось встать рядом. А если не хочется встать рядом, если ты видишь и там неправду, то, конечно, кто же туда пойдет рядом вставать. Тогда получается Иисус Христос не тот, который пострадал за нас и отдал жизнь, чтобы мы изменились. А Иисус Христос – это просто торговая марка, бренд, в котором определенного вида люди в определенных облачениях, занимающие определенные должности в иерархии церкви, этим брендом торгуют. Вот и все. А дальше что? Куда идти? Где заработать детям хлеба? В тупик заводят все пути под безразлично серым небом. Незваным гостем, к архиереям Войду в знакомый кабинет. Служить? Я вас принять не смею. Судимый, Контра, Что вы? Нет. Мы вам помочь, конечно, рады, но, отвечает горсовет, для человека ваших взглядов интеллигентной службы нет. Трудом тяжелым Я бы мог Хотя бы временно кормиться. Тюрьма Оставила без ног, А инвалид На что годится? Владыкам Япна Недосуг, Моя судьба Их не тревожит. Виновен, Прав ли, Сбыть бы с рук, А там Пускай живет, Как может. А сплетней Ниткою незримой Петлю На шею мне Плетут. Калека, Контра, Поп, Судимый И до сих пор Еще он тут. Таким Нет места на земле, Пусть Задыхается В петле. Тут спорить мне Не по плечу, И я Молчу, Молчу. Храм святых жен Мироносец Это первый храм Вскове, По крайней мере, Протсков, Точно можно сказать, Который Тогда еще Советские власти Передали церкви. Отец Павел Был первым священником, Кто начал Восстанавливать храм После вот такой Советского лихолетия И разрухи церковной. Одновременно с этим Было понятно, Что церковь Получила новые возможности Для восстановления, Для проповеди, Для духовного образования, Просвещения, Но не хватает кадров. Не хватало не только Священников, Образованных, Грамотных, Опытных, Имеющих дар проповеди, Но не было и, Я бы так сказал, Квалифицированных, Наученных, Церковных мирян Или верных христиан, Которые не в священном сане, Которые знают Церковную традицию, Хорошо разбираются В уставе, Хорошо знают Литургическое наследие, Богослужение. Отец Павел понимал, Что нужно начинать Вот это вот Восстановление Церковного народа С малых лет. Дети – Это очень хороший И такое, Я бы сказал, Простите за такое слово, Благодатный материал, Вот благодатные слушатели, Те, Кто готовы Слушать священника, Учителя И входить органично В эту традицию. И поэтому Отец Павел Не случайно Назвал школу Школа регентов, Акцент На священном писании, На уставе, На церковном пении, Ну и, конечно, Другие предметы, Которые изучают Все их сверстники В обычных Светских школах. Батюшка рассказывал, Что когда первый раз Запел Детский хор На службе, Он не удержался, У него потекли слезы. Потому что Это были, С одной стороны, Это плоды, Долгожданные плоды, А с другой стороны, Благодарность Господу. Потому что Кто мог подумать В какие-нибудь 70-80-е годы, Что в нашей стране Будет возможно Открыть церковную школу, Готовить детей, Чтоб они еще Участвовали в богослужении И пели за литургией. Но Кроме Вот такого Воспитания, Погружения В традицию детей, Отец Павел Очень много делал Усилий Для того, Чтобы выцерковлять Их родителей. И Отец Павел Собирает в школе Такие родительские собрания, На которые Приглашают родители. И с ними проводят Просветительские беседы. Иногда приглашают Других священников. Например, Я знаю, Отец Павел Приглашал Архимандрита Зинона, Известного иконописца, Богослова, Который отвечал На вопросы родителей. Это была такая встреча Вопросы, Ответы, Сложные Темы Христианского воспитания. И некоторые Из родителей Будучи нецерковными Отдавали в школу, Потому что в церкви Плохому не научат. Музыкальное образование, Может быть, Место Как-то И профессия будущая. Но сами Будучи нецерковными. Через учебу детей Они сами Приобщались к вере. И некоторые Из них становились Прихожанами С храма Святых Жен Мироносец. И это, конечно, Вот такое, Мне кажется, Очень важное направление Служения Отца Павла. Кроме Молитвы, Благотворительной деятельности, Связанной Вот с Приютом для детей, Поездками В эти дома инвалидов, Но вот еще И просвещение Детей, Молодежи, Взрослых. И отец Павел Считал, что Мало Восстанавливать храмы, Монастыри, Золотить купола. А нужно заниматься Душами человеческими. Потому что, Если не делать этого, То ради чего Все это благолепие? Кому Эти прекрасные хоры? Кому Писать эти замечательные иконы? Если храмы будут стоять пустыми? Либо люди будут туда приходить По традиции культурной, Но никак не соотносить Веру Христову И свою повседневную жизнь. Я познакомился с отцом Павлом В тот момент его жизни, Когда возникли Угрозы Угрозой его статусу в церкви, Статусу настоятеля Прихода Святых Жен Мироносец, И когда сгустились тучи Над его детищем Приходской школой, Построенной Его же усилиями Рядом с храмом. Я знал о нем многое раньше, И Видел его Впервые еще в конце Восьмидесятых, Начале девяностых годов, Когда в Пскове Начиналось широкое Общественное Демократическое движение, Но так сложилась Наша жизнь, Что лично мы пересеклись Только в первые Десятилетия Этого века. Сейчас, Уже видя Его место В истории, Я могу сказать, Что он был Редким священнослужителем, Мироощущение, Мировосприятие которого Выходило далеко За рамки Церковного Мироустройства. С одной стороны, И мир церкви Широк и глобален, Он охватывает Все Стороны Человеческой Жизни. Но Отец Павел Был Не только Верующим И церковным Человеком, Он был Общественным Человеком. Его отличие От многих Священнослушителей Заключалось в том, Что он мог Говорить С невоцерковленными, Неверующими людьми. Он помогал Многим людям, Которые не были Причастны к церкви. Он всегда Занимал Общественную позицию. Он видел Происходящее С государством, Происходящее С политикой, Происходящее С властями. И он Был Гражданином Не в меньшей степени, Чем Священнослужителем. Вот это его Гражданское чувство, Это его Несогласие С Античеловеческой, Антигуманной Политикой Государства Было Его Большим Достоянием И это Привело Его Ко многим Трудным Жизненным Ситуациям. Он Внук Репрессированного. Он Сын Репрессированного. Ленинские И сталинские Репрессии Принесли В жизнь Адельгеймов В смерти Убийство. Отец Павел Сам был Репрессирован И едва Не был Убит В лагере Когда на него Сознательно По заказу Администрации Колонии Другие заключенные Спустили Бревна. Он Потерял Ногу В результате Этой Атаки И чудом Остался Жив. Он Не Озлобился. Он Не заболел Ненавистью. Он Не возненавидел Людей. Он Сохранял В себе Выстроенный Им Самим Баланс Церковного И Политического. Отец Павел Был Политическим Человеком. Он Понимал Что такое Репрессии. Он Понимал Как Государство Может Уничтожать Людей. И Не Только Молитвами Была Заполнена Его Духовная Жизнь. Вот Эта Широта Личности Глубокое Понимание Исторического Процесса. Глубокое Понимание Тех Политических Угроз И Бедствий Которые Накрыли Нашу Страну Делало Отца Павла Особенным Человеком. Он Играл Исключительную Роль В городе В котором Он Жил И в стране Где ему Выпало Быть И Священнослужителем И Общественным Деятелем. Вот Сидимся И думаем Почему Мы Здесь Собираемся Многие Из нас Не знали Отца Павла Не Бли Его Прихожанами Тем Не Менее Здесь Что-то Происходит Сегодня С Матушкой Церковью О чем Отец Павел Думал Болезненнее Всего И У него Говорят Такие Горесные Слова О Матери Церкви И Об Особенности О Владыках Что Бледнеет Сердце Думает Да Что Это Такое Как Ж Казалось Такое Торжество Нашего Совершенно Открытого Радостного Православия Оно Было Таким В самом Начале В начале 90 Где-то В конце 89 90 Когда Вдруг Все У нас Полетело Навстречу Отец Павел Совет Было Заседание В Доме Профсоюзов Очень Торжественное Никто К сожалению Никак Владыка Был Категорически Против Все время Возникали Желающие Сказать Властное Слово В поддержку Отца Павла Тем не менее Народ Не расходился Потом Потому что Решение Так и Не было Принято Пока Сам На конце Отец Павел Не воздвигся На стол Перед Большим Собранием Народа С миром И Зыдем Чтобы Не было Вот этого Ожесточения Чтобы Все прошло По-человечески Ясно И просто Я думаю Откуда Эта властная Сила В отце Павле При сегодняшнем Огромном Священстве России Откуда Вот эта Органическая Редкая Сама По-себе Простота Очевидно Потому что Он все-таки Поведен Был Господу Нашим Самым Естественным Человеческим Путем Из Сиротства Простите Из детдомов Чтобы Вдруг попасть В семью В церковную В этой селе В селе Михайловском И увидеть Что такое Семья Сердце Разом Вспыхнуло И раскрылось Он понял Что семья Это Матушка Церковь И она Стала Потом Он же Все-таки Воспитан Простите Меня Святых Севастьяна Карагандинского Причисленного К лику Святых А тот Был Близок Келедникам Нектарии С Оптиной Пустыни Тут Традиция Была Так Естественно Принята Отцом Павлом И так органично Выросла Из него Что он На самом деле Может считаться Его духовными Отцами Он может считаться И старец Нектарий И святой Саватий Карагандинский От этого Была Эта властная Сила И полнота И от этого Очевидно Было и радостное Устремление В начале Вот этих 89-90 Годов Радостное Стремление С тем Чтобы с высокой Трибуны Может быть Верховного Совета Сказать Наконец Властные Слова Мы ведь тогда В самом деле Все немножко Обманулись Мы думали Сейчас выйдет Человек в Митрию Народ побледнеет И будет слушать Его не так Как этих Красноречивых молодцов Которые Бог знает Чего говорят Вот он Верил в это же самое Ну вот То что случилось Со словом К сожалению Случилось С этим словом Слово расточилось Вот Виктор Правильно говорил Что со словом Что-то произошло Что оно стало не тем И стало стоить Не столько Сколько стоило У меня была Любимая поэтесса Елена Пудовкина Вот она писала Давно Еще в 76-м году Переложение Одиннадцатого Псалма Спаси меня Господи Ибо вокруг Ни души Ближайшему Каждый Солжет И того Не заметит Нет верных И правых И правых Здесь нету Вот читать Невозможно Потому что Господь Истерпит Великолепно 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 Сегодня мы Откройте Любой орган Любую интернетскую Страницку Любую телевизионную Программу Кнопку Нажмите И величайшая Лож И стремится На вас Отопсюду И поэтому Мы наверное Здесь и собираемся Что послышать Слово Первоначальной Полноте Так как Назвучало Отца Павла С естественностью Внутренним Достоинством И свободой И то что Он не был услышан Высшим Духовенством Это конечно Горе И утрата Эти книги По прежнему Электрически Необходимы И горячие Матушка Церковь Сегодня должна Глядеть на них С тревогой И беспокойством Она по прежнему Она Покраснеет Должна Простите Время от времени Прочитав Вот слово Которое сегодня Говорилось Отцом Павлом И который звучит С каждой его страницы Покраснеть И встать Наконец В единстве И силе Какой должна быть Матушка Церковь И которую мы Страстно ждем Сегодня до сегодняшнего часа Мы затевали с ним Вместе Религиозно-философское общество В 91 году Подхватывая Традицию Соловьевского Общества Бердеевского И так далее И 4 с половиной года Почти 5 мы Держали Это общество И наше собрание Священства И интеллигенции И ученых В нашем городе Пока не кончилось Тем что властью Данной ему Архиерий И в себе Запретил Нечего Вам тут умничать Простите Попов моих Совращать В глубокую мысль У них есть Владыка Который Богослов Превосходно вооружен Пусть слушают Владыку Это была Большая утрата И тоже Одно из Ну как бы Смерть В самом деле Приходит В тот час Когда Когда Почти вот Когда она Неизбежна И в самом деле Сейчас Я думаю С какой С какой Мукой Вставал бы Отец Павел Каждый раз За каждым Служением Как бы Все-таки Накалялась Его проповедь И как звучало бы Поэтическое Слово в нем Он же Самое высшее Мгновение После благословенного Царства Он открывает Царские врата И стоит В проеме И вот это Мгновение Всегда было Потрясающим Столько было Света и ликования Что не надо Утверждать Христианство Его надо Показать Его довольно было Встать В вратах Царских Это было Ядно Что вот стоял Перед тобой Христос Во всей чистоте Свете Ясности Первоначальной Глубине Это уже была Первая молитва Это видеть Это сияющее Лицо перед собой Ну и стихи Естественно Которые так органичны Когда Димитриевская Родительская Суббота Конечно Отец Павел Сразу скажет О Великовской Битве И немедленно Скажет Что Русь Моя жена Моя до боли Нам ясен Твердый Дальний путь Вот это все Было настолько Органично Естественно И живо Что мы в поисках И органики И собираемся Сегодня здесь В поисках Целостной жизни Которая расточилась В напрасные Пустые слова И мы все Стали порзень Все стали Одиноки При внешнем Таком Государственном Единстве И стабильности Все до одного Одиноки Я помню Отец Павел Неоднократно Говорил О Такой Серьезной Трагедии Которая Случилась В отношениях Церкви И государства В 20 веке Да и раньше Когда Нередко Церковь Государством Кесарем Использовалась Как инструмент Достижения Своих целей Внутренней Или внешней Политики Это конечно Прежде всего Было связано С декларацией Митрополита Сергия Старогородского 1927 года Когда Действительно Церковь Пыталась Как-то Встроиться В советское Общество Церковь Пыталась Легализоваться Получить Регистрацию В наркомьюсте И должна была Выступить С некоторым Заявлением О том Что она Аполитична О том Что она не будет Бороться С советской Властью Что она будет Воспитывать Своих Членов И чад Церкви Как Советских Граждан Вот таких Лояльных Искренних Честных Трудолюбивых Но Это все Само По себе Хорошо И Не вызывает Возражений Но К сожалению Очень много Компромиссов Наславилось На эту Декларацию И мы знаем Что Нередко Сама По себе Приятие Декларации Становилось Политикой Политическими Убеждениями В пользу Советского Устроения Общества В пользу Коммунистической Идеологии И Происходил Страшный Процесс Сращивания Церкви Государства Казалось бы От этого От этой Болезни Церковь Навсегда Отказалась В 1917 Году Когда В Москве В августовские Дни Как раз В праздник Успения Пресвятой Богородицы Открылся Московский Поместный Собор Российской Православной Церкви И на этом Соборе Было Очень четко Определено Что Церковь Должна быть Свободна От государства От его Опеки От его Контроля Да Церковь Должна Быть Признаваема Как юридическое Лицо Как Очень важная Часть Общества Но не должна Использоваться Государством Как инструмент И к сожалению Когда Советские Гонения Вот Вошли в такой Пик Появилась Такая мысль Что нужно Потерпеть Что нужно Принять Декларацию Вот И обязательно Советское Руководство Оценит Вот эти Жертвы Церкви И конечно Как-то Откликнется И жизнь Постепенно Наладится Войдет В мирное Русло Но чем Ближе К войне Ближе К 39 40 Году Тем Становилось Все более И более Ясно Что Официальная Структура Церкви Практически Практически Полностью Разрушена Огромное Количество Духовенства Епископов Мирян Было Физически Уничтожено Или томились В тюрьмах Лагерях И ссылках Было Видно Что Вот эти Все Компромиссы На которые Шел Митрополит Сергий И его Единомышленники Они оказались Бесплодными Государство И органы Тайная полиция Советская ОГПУ НКВД Получали Все Что требуется А церковь Безамен Фактически Ничего И отец Павел Сам вспоминал Что очень Многие Из его Наставников И учителей Были Из числа Непоминающих То есть Те кто не Молился За митрополита Сергия Воскресенского Не поминали Его за Богослужением Не принимали Вот Ту церковную Политику Которую Митрополит Сергий Строгородский Начал В своей Деятельности С 27 Года И даже Немножечко Раньше И отец Павел Говорил Что закончилось Время Советского Периода Истории Казалось бы Все это Ушло В прошлое Но к сожалению Инерция И государственных Органов И инерция Церковная Сохраняется И батюшка Говорил Что это Страшная Опасность В том Что церковь Вновь Может Попытаться Войти В симфонические Отношения С государством Вновь Будет Пробовать Найти Теплое Место Под солнцем Так условно Говоря Найти Благоволение В очах Нового Кесаря Пусть и Постсоветского Но у Кесаря У государства Всегда Свои задачи Очень часто Они входят В противоречие С евангельскими Заповедями Вот в том числе С соборным Устроением Церкви И поэтому Церковь должна В этом смысле Иметь независимость Независимый Голос Этиц Павел Говорил Что это Принципиальная Важная Вещь Только тогда Церковь Будет Действительно Таким Камертоном Примером И вдохновением Для общества Которое состоит Не только из христиан Не только из православных Христиан Но там есть люди И агностики И атеисты И люди Как бы такие Ищущие Вот И только Вот независимость И свобода церкви Она будет тем залогом Что авторитет Церкви Общества Никогда Не померкнет И Не будет подвергаться Сомнению Ути Иисуса Поразительно Вот это если Я сейчас буквально Процитирую Евангелие И вам Законникам Горе Говорит он Законникам Это вот мы сейчас Можем назвать Депутатов Те кто принимает Законы А это вот тогда Было сказано Именно Это так переведено На русский язык Тогда еще И вам Законникам Горе Что Надеваете На людей Бремена Неудобоносимые То есть Тяжелые А сами Одним перстом Не прикасаетесь К ним Они говорят Правильные вещи Но так не живут Тогда он говорит То что говорят Они вам Вы исполняете Но не делайте Как они делают Не живите Как они живут То есть Жизнь должна Соответствовать Вот этим Словам Если она Соответствует Тогда Есть надежда Что все Изменится Ну вот прошли годы И сейчас Я невольно Должен признать То обстоятельство Что Не встречаясь С ним Непосредственно Хотя Находились мы Неподалеку В Пскове Петербург Штопу Проведя 35 лет Своей жизни В качестве Преподавателя Санкт-Петербургской Духовной Академии И готовим Многих новых Священников Будущих Священников Которые Как мне казалось Должны были Быть Для меня Для таких Священников Как отец Павел Сподвижников Помощников Я вынужден признать Что то Одиночество Которое сопровождало Отца Павла И среди Духовенства Я уж не говорю О том Обществе Которое окружало Советские имена Продолжало Быть такой Зловещей Аурой В последующие годы Тем Ценнее для меня Та община Которую создала Те люди Которые Хранят память О нем Потому что В конечном итоге Церковь Строится Не бревнами А ребрами Церковь Это люди И уйдя из жизни Вот таким Трагическим Образом Отец Павел Оставил Церковь Свою Продолжающую Жить В лице Те Кто его Помнит Кто следует Его Словам Кто живет По сути дела По его благословению Доказывая Что Церковь Христова Остается В нашей стране Продолжающей Переживать Период Искушений Заблуждений И потрясений И очень важно То Что сейчас Когда многие Люди Друзья Жадают Вполне Объяснимые Вопросы По отношению К Церкви Ее взгляду На существующий Мир Можно Обратить Их вопросы Именно К отцу Павлу Не дожив До нынешних Трудных времен Отец Павел По сути Предчувствуя Будущие испытания Уже тогда Предупредил нас О тех Искушениях О тех опасностях Которые нас Ожидают И которые мы Если и сможем Преодолеть То только Так или иначе Подобив Хоть малой Степени Свою жизнь Жизни Отца Павла Он Для меня Остается Одним из К сожалению Немногочисленных Но достойнейших Примеров Полинного Служения Мыслящего Честного Высококультурного Русского Православного Священника Я знаю Очень многих Людей Которые Задавались Вопросом И при жизни Отца Павла И после Его Трагического Ухода А что бы Сказал Отец Павел В этой ситуации А как бы Он поступил А что бы Он сделал Для очень Многих Людей Выбранная Им Линия Человеческого Поведения Человеческого Действия Человеческого Несогласия С Несправедливостью Бесправием Унижением Людей Была Камертоном И вот Это чувство Камертона Оно было Видно Людям Скорее Со стороны Мы никогда Не обсуждали С Отцом Павлом Эту особенность Его Миросозерцания Мы никогда Не обсуждали Этот баланс Церковного И светского У нас никогда Не было Предмета Для того Чтобы Спросить А как вы Это делаете А как это У вас Складывается Это все Было Абсолютно Естественно И абсолютно Непротиворечиво Он жил Так как Проповедовал По сути Вся его жизнь Это была Проповедь Человеколюбия Верующие люди Как правило Часто Говорят о смирении Знаменитая фраза На все есть воля Божия Многих людей Побуждает К смирению В буквальном смысле слова К согласию С происходящим вокруг Для меня Отец Павел Никогда не был Смиренным человеком Перед сильными Мира всего Он сам был сильный Его духовная сила Его сила верующего человека Его чувства гражданина Были Опорой В жизни Не только для него Но и для всех тех людей Кто с ним Соприкасался На мой взгляд Жизнь Отца Павла Является Большим И глубоким Уроком И для его Современников И для всех тех Кто живет Уже после него Это урок совести Это урок любви Это урок мудрости Это урок Уважения Вот к человеческому роду Он всегда Знал Что человечество Не проклято Что человек Не безнадежен И это его вера В людей Она Исцеляла В самом Буквальном Глубоком Духовном смысле Исцеляла Многих людей Вокруг него Люди видели Эту любовь Которая не была слепой Она не была неразумной Она не была наивной Он верил в силу любви Потому что он так видел И понимал Предназначение человека Предназначение человека Есть мир, любовь и свобода И это его Миропонимание И это его уверенность В глубине и силе Доброй человеческой сущности Она и стала Его наследием И в каком бы возрасте Ни был человек У него все равно Есть тоска по правде Все равно Есть совесть Которая ему Подсказывает Вот так вот Хорошо, так плохо Если, конечно Постоянно ее Поняет эту совесть И это двигает назад Она устанет И отойдет в сторонку И не будет больше Докучать ему Но это уж совсем Такие отморозки А так люди У него в возрасте Вот обратись к ребенку Ну так будет Ведь нечестно Вот помните Как в детстве Говорили Вот это честно А вот это нечестно Вот и все Отец Павел Жил честно Ему можно было верить Потому что он сам Жил, как говорил У нас у всех Эта вера Несомненно Есть Мы все веруем Это основа Человеческих отношений Мы не только в Бога веруем Мы веруем Друг в друга Мы друг друга тоже не знаем Мы веруем Друг в друга А уже потом Опыт постепенно Открывает нас Друг в другу И мы начинаем Понимать Друг друга А начинается Все с веры И дружба Начинается С доверия Тому человеку С которым Захотел дружить И любовь Начинается С того человека Которого ты Любишь Почему Происходит выбор Почему Этого А не другого А вот потому что Этому верим А другому Нет То есть Все начинается Все человеческие отношения Начинаются С веры И сам не пожалел себя Для другого человека Который казался больно Казался Больным психически И лишил его жизни Ударом ножа И он тогда им занимался Вот наш друг Владимир Шаров Он сказал Что тогда Проповедовал Это была проповедь То что он говорил Хотя он говорил Может какие-то Совершенно отвлеченные вещи Не важно что он говорил Важно что он занимался Этим человеком Он пытался ему помочь В 19-м году летом Этот парень Который убил отца Павла Он был Было Не приговор суда А постановление суда После того Как экспертиза Подтвердила его невменяемость Он постановлением суда Он был помещен в спецлечебницу Психиатрическую Где Насколько я знаю Тогда объясняли Что каждый год там проводится Освидетельствование Тех кто там находится Если значит Комиссия Посчитает возможным Его Освободить Выпустить оттуда То они это делают И вот спустя 6 лет После убийства Летом 19-го года Сергей Пчелинцев Вышел Из этого Из этой спецбольницы Насколько я знаю Он изменил фамилию И живет По-прежнему в Москве Знаете Может быть потому что Я человек который Основным психическим Процессом Которого был Страх Все время и всегда Всего Я встретился Человек который был Абсолютно бесстрашен Совершенно бесстрашен Который не боялся Ничего и никого И никогда не боялся Я ему говорю Батюшка Если меня будут пытать И ногти Под ногти Иголки загонять Я всех сдам Он говорит Нет Сережа Это неправда Ты никого не сдашь Я говорю Почему так думать Почему вы во мне так уверены Потому что я знаю Сказал он Когда больно Но терпимо Можно терпеть А когда терпеть нельзя Теряешь сознание Очень он меня обрадовал этим Вот Я решил что Я никого не сдам Правда Да Но не пришлось Никого сдавать Мне повезло Я никогда раньше Не писал стиху Никогда Правда Поверьте мне Даже в юности Когда был молодым Человеком Но что-то случилось Со мной в последний Год-два И я написал стих По поводу Отца Павла И ему посвященный Система называется Отцу Адельгейму Вот так несколько Странно Утверждают Мы простые ребята Стала трескучим мотором Бог послал эту смерть Попустил эту страшную казнь Там где кровь пролилась Станет значимым каждое слово Чтобы нам осознать Цену страшную пастырских слов Чтобы понять Иерей это жертва Не просто служение Чтобы вовек не забыть Как прощался заплаканный Псков С тем кого в этом городе Звали отцом Адельгейма Он и умер как жил Не дрожа Не боясь никого Тихий мученик правды Свободы И веры воитель Пуст оставлен наш дом Не обрящется в нем никого Только плачет в углу Обездоленный ангел-хранитель Простите, пожалуйста Подумать нам уже пора О том, как в сумерках Непрошенных Ко мне ты выйдешь Со двора В халате На плечи наброшенном И все, что было нереально Вдруг станет Невозможно близко Цветы На скатерти крахмальной Чай и горячие сосиски Уютный свет И детский шум И эти ласковые руки Отказывающиеся ум Поверить в образы и слуги Матушка Вера Михайловна Тихий свет Вашего дома Не разгоняет тьму Хоть она и бессильна Хоть смерти нет Погода горит лампадой У вас дома Не освещая А обозначая путь Святост Следом Прям и прост Только вот как идти Чтобы не свернуть Неразрешимый Во все времена вопрос Что до меня Разбивалась Я много раз И не однажды Буду еще Буду ждать Только бы Свет в вашем доме Теплылся и не былся Напоминаю Что нас не останутся Вы помните Кто вас познакомил С отцом Павлом Как произошло Ваше знакомство Вот так и то Конечно помню Я экзамены сдавала В десятом классе А у нас в деревне Был священник Который к нам Все время приходил Дедушка пел На клеросе Ну и он как-то С дедушкой Вот у них были свои Какие-таки Дружеские отношения Дело в том Что очень часто Вот к священнику Кто-то приезжал С молодых Ребят И все время Они приходили И здесь Вот отец Павел Приехал Они со священником Пришли К нам Он еще прислал Там одного из этих Ребят Что скажите Чтобы я немножко Оделась Ну я говорю Ну да Буду я одеваться Для него Они приехали Ну у нас Ну все посидели Чепак Поужинали Потом Отец Павел Предложил Выйти Со двора Ну в общем-то Ну пройтись Посмотреть Ну мы вышли Но в общем-то Долго мы не ходили Мы вернулись Он сказал А здесь Вот от священника Там другой парень Приехал Приехал Пришел И сказал Что батюшка Иоанн Говорит Что вы Шли домой Ну Он по-видимому Переживал Я все-таки Я все-таки Такая была Девочка Скромная Хоть деревенская Но Такая Ну и Мы домой Вернулись Здесь мы Распрощались Он только Спросил Отец Справил А можно К вам завтра Прийти Я говорю Ну приходите Все потому Что для меня Это проблемы Не было Потому что Все время Кто-нибудь Приходил Как-то к батюшке Все время Кто-то приезжал Но естественно Батюшка Очень старался Я ему очень нравилась И он очень старался И кому-нибудь Из своих ребят Меня пристроить У меня мыслей Никаких не было Таких вот так Практичных Что ли Вот так Думаю Ну придет Ладно Придет И уйдет Не один же он Все приходят Ну и все Ну они пришли И он сделал предложение Вот так сразу Вот так сразу То есть Я отнеслась К этому Я не знаю как Можете сказать Ну когда вы отвечаете Да ладно Что от этого Можно ожидать Ну надо учитывать Что все-таки Деревенская девочка Никуда которая Не выходила И на второй день Вот он Пришел Мы пошли В сельсовет В течение Вот Каких-то Десяти Пять Двадцати Минут Мы зарегистрировались Расписались И И все И родители не возражали И родители Так а родители Мама была Бабушка с дедушкой Папы не было Света Эта сестра Прибежала Говорит Говорит Руська Не знаю Не знаю Но в общем-то Не очень Для меня Это было Не очень Я не очень Все это понимала Это стихи Можете Учитывать Деревенская девочка Что она может понимать Все Деревня Есть деревня Скажите Когда отец Павел Вышел Из колонии Уже без ноги Он сильно изменился Да нет Как-то Я бы не сказала Что он Он был Тоже мягкий Такой Добрый Нет Нельзя сказать Вот не было У него Такой Ни злости Ни какой-то Такой Из этого Он был Такой Мягкий Добрый Очень Внимательный По отношению Ко мне Такой Заботливый У отца Павла Какое было Любимое место В Пскове? Трудно сказать Но по-видимому Все-таки Пискович Как вы думаете Почему он Так много Времени Уделял Работе С детьми Сиротами? Ну это все-таки Потом Откуда у него это? Я думаю Что это связано Как-то вот Когда мы Переехали То появлялись Дети Детского дома Детдомовского И естественно Они вот Льнули К нему А он К ним И вот Это вот Такое Оставалось Такое Впечатление Такое Внимание Друг К другом Но очень часто Собиралась Довольно Довольно Большая Так Группа Вот Ребят Вот Пискович Когда попали Вот Пискович Там Очень много Было Ребят Которые Приходили Скажите А что Что-то Делать Двери Не закрывались Постоянно Приезжали Люди Постоянно Да Но в основном С Москвой Круг Сложно было Принимать Разных Новых Людей Для отца Павла Это не было Утомительно Постоянно Принимать Людей В дом В гости Вы знаете Я боюсь Сказать Что не было Он был Очень простой И к нему Все люди Относились Вот Как К родному Вот Вы знаете Действительно Это так было Скажите К отцу Павлу Часто приходили Люди Даже не воцерковленные Люди Светские Как вы думаете Что они в нем Искали А я думаю Что они искали В нем Тепло И внимание Он все-таки Был такой Когда к нему Подходили Он был всегда Очень внимательный Заботливый Внимательный Он Не требовал Никакого К себе Внимания В общем-то Особо Ничего Все Как-то Он больше Отдавал Себя Чем Ну И время Шло Раз-два Встретиться И потом На третий раз Уже Уже Совсем Другое Отношение Когда Отец Павел Боролся За свой Приход За общину Храма Жен Мироносец И возникло Противостояние С архиереем Что давало Ему силы В этой ситуации Держать Свою А вы знаете Я так думаю Что все-таки Матерь Божия В его комнатке Стояла иконка Такая вот В рамочке На столе Матери Божией И вот он обычно Он ее не убирал Со стола Она все время Была С ним У него бывали Минуты отчаяния? Нет Я не могу сказать Я не замечала Если они Может быть И были То уже Были На многом Намного Позже Сначала Не было Ничего Все было Спокойно Так На ваш взгляд У отца Павла Было какое-то Предчувствие Какого-то Несчастья Которое Может с ним Случиться? Ну Если и было То он это Не показал Он этого Не показал Хотя Вот так вот Я уже об этом думала Хотя это чувствовалось Что он о чем-то Переживает Вот так Но он никогда Виду не показывал И был такой Спокойный Скромный И Все вот так Он был скромный Может быть Поэтому И все было так Вокруг Но очень спокойно было И в храме Было вот так вот Что Все спокойно было Как вы думаете Почему он Не ожесточился После всего того Что с ним произошло? Ну О том Что он не ожесточился Это точно У него не было Вот Какого-то Хотя Хотя вот Обижали его Вот очень Когда вот И священники И кругом И власти Ну Как-то очень Как ни странно Он очень Спокойный был На ваш взгляд У него Не было Просто желания Отвечать на эту агрессию Или он просто Иначе это воспринимал Я думаю Я боюсь сказать Он шел Очень спокойно Как будто бы Так надо Такое было впечатление Что так надо И народ Так Очень тихо Мягко Вот Чувствовалась Какая-то такая Тепло-тепло Теплота 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 Спасибо, Вера Михайловна Да за что спасибо Спасибо Он ушел И обратился в свет Раскорился В небесах Осенник Освящая нам Остаток лет В непролазной Темноте Последней Жизнь ему Прошла Как житие Из таких Задаются Святцы Порок Асан В вышине Поет Там Епископатам Не боятся Смерть Ему Пред Господом Честна Жизнь Честна Пред нашим Грешным Миром Вражда Пушок Отставит Нам Мы любовь Что источает Мир Смерть 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok